Физкульт-привет! Это «Спортивная среда» и подборка новостей, которые будут интересны и спортсменам, и болельщикам. Стартуем! Физкульт-привет! Физкульт-тренера помочь клубу сохранить позиции в ФНЛ. Изящный спорт! Соревнования по фигурному катанию из зимней кубок прошли в Иванове в минувшие выходные. Самым юным участницам 5-6 лет. Для них это первые серьезные соревнования. Я занимаюсь год, у меня получается понемножку флажок, и я делаю пистолетик. Я мечтаю быть фигуристкой. Всего в соревнованиях приняли участие 120 фигуристок от 5 до 13 лет. Не только из Иваново, но и из других регионов России. Победителям достались не только медали, но и опыт, который для начинающих спортсменок гораздо дороже любой награды. Ивановские зимние пловцы Марии Людвова и Татьяны Гавриленкова вернулись с третьего этапа Кубка России и второго этапа Кубка мира, которые проходили в Тюмени. Результаты наших спортсменок не требуют комментариев. У Татьяны 6 наград – 3 золотые и 3 серебряные. У Марии – 3 золота. За победу в соревнованиях боролись участники из Швеции, Латвии, Германии и Финляндии. Всего 370 человек. Все дистанции мы отплавали с достаточно хорошими результатами. Были у нас установлены рекорды России. Плавали мы эстафеты две. Тоже очень хорошо все проплыли. Так что все прошло на ура. Рекорд, что касается меня, установлен на 25 метров брасом. Сложно. Для меня было сложно, потому что это очень короткая дистанция. И нет времени особо разогнаться. Тут надо прям четко стартануть, четко проплыть и постараться достаточно быстро финишировать. Погода в Тюмени, на удивление, суровостью не отличилась. Во время соревнований было тепло и ветрено. А это, рассказывают спортсменки, не самые благоприятные условия для рекордов. В воде при сильном минусе гораздо комфортнее. Но это не помешало Ивановкам на пути к победам. Татьяна Гавриленкова установила новый рекорд России на двух дистанциях – 200 метров и 400. Сейчас она усиленно готовится к чемпионату, который пройдет в Германии в первых числах января. Тренируется каждый день в бассейне и на открытом водоеме. Холодовые тренировки наши проходят не очень хорошо. Потому что у нас нет оборудованного места для проведения холодовых тренировок. Мы об этом говорим из года в год, но ничего у нас не меняется. Пока не замерзла река, мы приезжаем просто к реке, заходим туда и плаваем в этой реке. Так как нет, соответственно, теплого помещения и ничего, нам очень холодно потом, очень неприятно и все это плохо. Когда замерзает река, мы посещаем здесь купель. Потому что купель у нас не замерзает, но ее поддерживают. Здесь, соответственно, плавать негде, просто погружаемся в холодную воду и какое-то время в ней находимся. Татьяна ставит задачу хорошо показать себя и на длинных дистанциях, до тысячи метров. Это ее новая вершина для покорения. На этом все. Не отставайте от новостной повестки. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok